Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы начнем сейчас говорить о книге пророка Ионы. Так, эта книга озаглавлена в нашей Библии, да и в еврейской тоже. Хотя в любом случае название несколько может быть и неточное. Может быть правильнее было бы назвать ее книга о пророке Ионе. Потому что в любом случае эта книга написана от третьего лица. И совершенно здесь не говорится о том, что сам Иона Пророк был тем человеком, который это все записал. С книгой Ионы связана некоторая сложность. И я постараюсь сформулировать по возможности округло. Дело в том, что уже в еврейской Библии она была озаглавлена как книга пророка Ионы. Ну и традиционно, конечно, ее уже в те времена веткозаветные соотносили с неким пророком Ионой, который жил при царе Иеравааме II в минус IX веке. И очень-очень-очень давно, задолго до других пророков предполагалось, что он является автором книги пророка Ионы. Это вообще для древности, как и для средневековья, характерное заблуждение, что если в разных местах упоминается один человек с одним и тем же именем, то это обязательно один и тот же человек, как будто не могло быть в истории разделенными несколькими столетиями два человека с одинаковым именем. Да, вот, понимаете, Пушкина и Блока звали Александрами. Ну, представьте себе, что где-нибудь в середине XXI-XII века скажут, что ну, это один и тот же человек, то, что и тот Александр, и этот Александр. Тот погиб на дуэль, а этот нет. Но тем не менее человек один и тот же. Так и с Ионой пророком, который упомянут в хрониках во времена Иераваама II. На самом деле потом в библейских толкованиях, в частности с Иоанном Зеведеевым, мы обнаруживаем тот же самый феномен, когда есть ли имена одинаковые, то и люди считают одним и тем же человеком. Одна, как это называется, тезок не предполагается. На самом деле, как это часто делали в древности, в средние века, в новое время, почти, наверное, до XIX, может быть, даже до XX века, считать книгу Ионы пророческой и включать ее в сборник пророков – это ошибка. По жанру это не пророческая книга. Это ни секунды не умаляет ее значимости. Она содержит некоторые чрезвычайно важные вообще для всей библейской культуры мысли. И откровения очень важные и серьезные, но это откровение сформулировано великим писателем в форме биллитристического произведения. Это некоторый, ну, объем маленький, три страницы, нельзя поэтому сказать роман или повесть, или рассказ. Это некоторое повествование сюжетное, которое совершенно не претендует на историчность и, тем не менее, содержит чрезвычайно важную мысль, которая удивительным образом доходит до самой глубины читательского сердца. Разнообразные учебники апологетики вплоть до конца XX века. Даже лучшие, даже лучшие, как дело касалось книги Ионы, бросались доказывать, что человек может быть проглочен китом и выжить три дня там в очреве кита, как будто бы этот рассказ в самом деле был хроникой событий. Но он не является хроникой событий. Это сюжет, у которого есть автор, гениальный литератор на самом деле, который вовсе не претендует на правдоподобие той истории, которую он рассказывает. Не в этом его задача. Да и я уж не говорю о том, что усатые киты, вряд ли это мог быть кошелок, который не лодится из земного моря. Да и усатые киты тоже из земного моря особенно не ловятся. Вот. Нет, нет. Никакого интереса обсуждать, какой кит и каким образом мог какого иону проглотить и три дня не переварить, не нужно. Не нужно. Потому что, еще раз повторю, это книга мудреца, который пользуется своим литературным талантом для того, чтобы донести до читателя чрезвычайно важные мысли. И ему вот удобно построить сюжет вот таким образом, совершенно не претендуя на пророческий характер книги. Правдивость откровения не страдает от того, что автор избирает вот такой жанр. И ничего глупее, чем упираться в пророческий характер и пророческое происхождение книги Ионы нет. Теперь, собственно, обратимся к тексту книги и к самому сюжету. Книга очень маленькая, хотя и разделена на четыре главы. В первой главе первая половина сюжета разворачивается и говорится о том, что было слово Господне, к Ионе, встань, иди в Ниневию, проповедуя в ней, ибо злодеяния его города Ниневии дошли до меня. Ниневия, столица Сирии, такой чрезвычайно мощной державы, легендарной, завоевывавшей все, что движется вокруг себя на территорию практически всего Ближнего Востока, ну, кроме, может быть, Малой Азии и Египта, распространялась власть ассирийцев, они там железной рукой насаждали, да, свою власть, депортировали народы, грабили, ну, в общем, ужас-ужас, страшная агресса. Человеческие жертвоприношения, какие-то там эти кровожадные богини, ну, да, Астарта, в общем, ничего симпатичного, в самом деле. Для многих людей, к которым была обращена книга Ионы, написанная, как и многое другое, где-то ориентировочно в середине V века дурничества Христова. Вот для многих людей Ассирия – это такой символ, синоним зла, и не может Бог обратиться к ней. Вот начинается рассказ. Было слово Господне – иди в Ниневию. Куда? В Ниневию? Там живут одни негодяи, они едят младенцев, они совершают вот всякое зло, которое только можно представить себе на земле. Не может такого быть, чтобы Бог послал пророка проповедовать в Ниневию. Или, если это символ народа Божьего, который соотносит с Ниневией, тогда это вообще страшное оскорбление. Как это так? Вот этот вопрос. А как Бог относится к этим жутким, злобным, кровожадным язычникам, которые выстроили, ну, в общем, совершенно тоталитарное общество, замешанное на крови страхи, предательства и грабежи? Кажется-то, что Бог должен не спослать огонь с неба, как в Содом и Гаморру, Ниневия ничем не лучше Содома и Гаморры, а может быть, даже и хуже, потому что железный пито еще распространяет эту свою злобу. есть другие библейские книги, по-настоящему пророческие, говорящие о том, что это вообще такое было. Значит, что Бог с этим будет делать? Как Бог к этому, ко всему относится? И когда оказывается, что Бог говорит Ионе, иди проповедуй, невозможно проповедовать в Ниневии, они враги, они ужасные, они плохие люди, ты не можешь хотеть их обращения, не может такого быть, они враги. Ты, говорится Богу, здесь как бы Ионой, ты имеешь право хотеть их наказание, но ты не имеешь право. Мы не разрешим тебе хотеть их спасения. А если ты хочешь все-таки их спасения, мы не будем иметь с этим дело. Такой Бог нам не нужен. И это, между прочим, очень современная постановка вопроса. Мы не разрешаем Богу миловать наших врагов. Или тех, кого мы считаем врагами, хотели бы считать врагами. И вот Иона отказывается принимать в этом участие. Он встает и бежит в Фарсис. Нанял корабль, отдал плату за провоз, вошел в него и поплыл. От лица Господа. Ну, вообще говоря, конечно, довольно глупо бежать от лица Господня, куда бы то ни было. Хотя, для древних времен, может быть, это еще не окончательно решенный вопрос. И, кстати, заметьте, что одно из второстепенных откровений книги Ионы это то, что от Бога бессмысленно, бежать. Бог везде, Он владыка всей земли и моря. Ну, повторяю, это не главное, о чем пишет здесь автор. Вот возникла великая буря, потому что, знаете, как есть такая поговорка, судьбы ведут того, кто хочет, и влачат того, кто не хочет. Вот что-то подобное. ты либо исполняешь то, к чему Бог тебя призвал, либо не исполняешь, но гибнешь. Нет пути жизни не такого, которое Бог тебе предлагает. Все остальные пути будут путями смерти. и когда Бог скажет, я есть путь истины и жизнь, многие его слушающие понимают, что либо этим путем ты идешь, либо, как и он, любой другой путь в бездну. Есть один путь, это Божий, любой другой в бездну. Вот такую логику предлагает книга и он и читателю. Ну и по большому счету никаких оснований усомниться, потому что действительно так нет. Великая буря, корабельщики, люди своего времени, думают, все просят своих богов, да, и все выбрасывают поклажу с корабля, чтобы облегчить его, а и он лег спать и спит. Все в ужасе бегают, топая по палубе, а и он спит. Опять нельзя не вспомнить, конечно, Господа нашего Иисуса Христа, спящего на возглавии, когда он с учениками на лодке переплывает в бурю Тиверианской море. Ну, вот здесь иону разбудили и говорят, ты воззови к Богу твоему, может быть, он нас услышит и мы не погибнем, может быть, заметит нас твой Бог. Имеется в виду, что наши все потерпели поражение, не справились, вдруг твой Бог сможет с этим что-то сделать. И дальше они бросают жребий, чтобы узнать, из-за кого постигает нас эта беда. Ну, как бы, жребий такая малонадежная вещь в подобном роде расследованиях, но для сюжета вполне подойдет. И вот жребий пал на Иону, они его расспрашивают, почему, из-за кого постигла нас эта беда, почему, что ты такое сделал. И Иона говорит, я еврей, что у Господа Бога небес, сотворившего море и сушу, и бегу от него. И узнали, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. Ну, то есть, здесь вот такой, как бы, рассказ о произошедшем довольно пунктирный, потому что читатель может сам дописать и достроить живописными деталями этот рассказ, который совершенно не претендует на полноту, полноту. Лишь бы была понятна суть, а суть в том, что они спрашивают, что нам делать, ну, бросьте меня в море, ну, бросьте меня в море, и море утекнет для вас, потому что я знаю, что это из-за меня. Я знаю, что это из-за меня постигла вас эта буря. Они пытаются все-таки не бросать Иону за борт, тоже замечательно характеризуя этих героев повествования, этих самых моряков, которые по возможности стараются все-таки не делать таких вещей, они нормальные люди, нормальные, хоть и язычники. И тут у читателя немножко выяснилось. Если он замечает, если взгляд останавливается на этом месте, возникает вопрос, как же так? Автор показывает нам порядочных людей, которые не убивают просто так, которые не готовы выбросить человека в море, если можно попытаться каким-то иным способом вырулить. Да? Но они же язычники, они молились своим богам, от которых толку не на грошь, оказывается, не так все просто с язычниками. Так сказать, человеческ, как это, качество человеческого материала, достоинство, человечность, какие-то такие вещи, на которые бог обращает внимание, в отличие от людей, они по-другому, в другой какой-то плоскости определяются. Вдруг вот такой удивительный момент в этом самом сюжете первой главы, но ничего не получается, тогда они обращаются к богу, имеется ввиду бог Ионы, тот бог, от которого Иона бежит, молим тебя, господи, да не погибнем за душу человека сего, да не вменишь нам кровь невинную, бы ты сделал, что тебе угодно. они все равно не хотят убивать, они все равно просят у бога прощения и говорят не вмени нам кровь невинную, но и не хотим мы гибнуть за душу человека сего. Ну, вот такую, между прочим, тоже серьезную нравственную проблему пуходи буквально обозначает автор книги, говорящий о том, что виноват Иона, Иона не послушался бога и бежит от него, и, грубо говоря, за Иона и бог охотится в этот момент. Но все окружающие вовлечены в это против своей воли. Справедливо ли, правильно ли, что они обречены на гибель из-за того, что случайно именно на их корабль взошел Иона? Ну, и, в общем, подразумевается совершенно очевидный ответ, нет, это несправедливо, и поэтому его надо бросить в море, он должен оказаться в море, иначе получится, что он потянет за собой на дно людей, которые конкретно перед Богом не виноваты, ничем, кроме того, что они язычники. Вот. И Бог их не уничтожает, Бог их не убивает. Здесь вот этот весь сюжет первой главы построен так, чтобы разделить виноватого Иону, который должен принять на себя перед Богом ответственность, и тех людей, которые случайно оказались рядом. Это можно только в литературе. В жизни так бывает чрезвычайно редко, и нам наоборот, очень часто приходится разделять вину и ответственность и последствия греха друг друга, но тем не менее вот здесь автор этого сюжета предлагает некоторое решение литературное, сказочное, но тем не менее вполне очевидным образом высказывает свое мнение. Это побочная тема, конечно же, для повествования книги Ионы, побочная, но тем не менее на протяжении там полутора десятков стихов выражена совершенно невероятной ясностью. За кого постигла нас эта беда? Она постигает за кого-то есть кто-то, кто несет ответственность. Вот. И на самом деле это одна из серьезных страшных проблем Ветхого Завета коллективная ответственность при индивидуальной вине. Отцы ели кислый виноград у детей на зубах оскомина. Понимаете, вот автор книги Ионы в первой главе высказывает некоторую вполне внятную позицию по этому вопросу, но собственно то ради чего он затеял свое повествование в следующих главах.